Сегодняшняя тема. В федеральных учреждениях им оказывают помощь бесплатно, но предполагается, что в них должны лечиться дети со всей России, поэтому объем помощи, которым они могут обеспечить детей из области, ограничены, аргументировал необходимость строительства новой больницы начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению Петр Суровцев. А в областной больнице на комсомола обеспечить этими видами помощи в соответствии с требованиями Минздрава, невозможно. Как губернатор Ленобласти предлагает распорядиться зданием детской областной больницы, читайте здесь, Сертолова как центр педиатрической помощи в Ленобласти выбрали, потому что сюда проще будет добираться врачам, которые живут и работают в Петербурге, в областной больнице, а жителям области удобно добираться, поскольку рядом кольцевая дорога. Планируется, что новая больница будет рассчитана на 500 коек, в старой – 400 коек. Рядом с ней будут построены новые взрослые и детская поликлиники для жителей Сетолова. Правда, когда это произойдет, еще никто не знает, о сроках ввода в эксплуатацию говорить пока рано, сказал вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов. Он сообщил также, что в январе-феврале 2014 года станет ясно, какой типовой проект для строительства перинатального центра выберет Минздрав, и тогда в области приступят к строительству еще одного медицинского учреждения. Какие службы будут созданы в новом перинатальном центре, узнайте здесь. Только вчера состоялось заседание рабочей группы, на которой были озвучены окончательные расчеты по финансированию строительства областного перинатального центра, 48% от общей стоимости вложит федеральный бюджет, а 52% – Ленинградская область. В рублях это 1193 миллиона и 1290 миллионов соответственно. Как уже сообщал, центр рассчитан на 130 койк и будет располагаться во Всеволожске, рядом с роддомом. При этом, как отметил вице-губернатор Емельянов, во время строительства роддом закрываться не будет. Доктор Питер.